Дорогая Церковь, дорогие братья и сёстры! Обратимся к Вечному Слову Божьему. И сегодня мне хочется извлечь такую драгоценную жемчужину из этого вечного, действующего Слова Божия. Насколько так Господь позволит? Мы будем читать из 1-й книги Царств, 15-я глава, 2-й, 3-й и 7-й по 26-й стихи. 1-я Царств, 15-я глава. Так говорит Господь Савауф. Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостоял ему на пути, когда он шёл из Египта. Теперь иди, порази Амалика, и истреби всё, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И поразил Саула Амалика от Хавила до окрестностей Сура, что перед Египтом и Агага царя Амаликова захватил живого, а народ вещь истребил мечом. Но Саул и народ пощадил Агага и лучших из овец и волок, и откормленных ягнят, и всё хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господне к Саула такое, «Жалею, что я поставил Саула царём, ибо он отротился от меня и словом моего не исполнил». И опечалился Сауил, и взывал к Господу целую ночь. И встал Сауил рано утром и пошёл навстречу Саулу. И возвестили Сауила, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник. И сошёл, долгал. Когда пришёл Сауил к Саулу, Саул сказал ему, «Благословен ты у Господа!» И исполнил слово Господа. И сказал Сауил, «А что это за плеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул, «Перевели их от Малика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили». И сказал Сауилу Саулу, «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью?» Сказал ему Саулу, «Говори». И сказал Сауил, «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой у колен Израилев, и Господь помазал тебя царём над Израилем? И послал тебя Господь в путь, и сказал, «Иди, предай заклятие нечестивых и малькетян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал глаза Господа и бросился на добычу, и сделал зло перед очами Господа?» И сказал Саулу Сауилу, «Я послушал глаза Господа и пошёл в путь, куда послал меня Господь, и привёл Агага царя Амаликатийского, и Амалико истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему Галгалии». И отвечал Сауилу, «Неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше только овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление, то же, что и долпоклонство, за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы и ты не был царём. И сказал Саулу Сауилу, «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и Слово Твое, но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же с ними с меня грех мой, и врачись со мною, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Сауилу Саулу, «Не врачусь я с тобой, ибо ты отверг Слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царём над Израилем». Садитесь. Аминь. Мы с вами живём в период, когда многие люди безумно уверены в своей правоте и полностью готовы подавлять любое иное мнение и проявлять своё безумие дальше. Сегодня в мире насчитывается от 400 до 5000 различных религий и верований. Но на самом деле, братья и сёстры, на самом деле в жизни каждого без исключения человека возможны только лишь две веры. Ложная, человеческая, которая ставит человека и его ценности в центре всей жизни, и истинная Божия, которая признаёт Бога истинным и любящим Творцом Вселенной и послушна Его святой и совершенной воле. Огромная проблема нашего времени – это сосредоточенность на себе, это поиск своего, это отсутствие страха Божия, когда гордость и человеческое я ставятся в центре всей Вселенной. И так есть, по сути, две разновидности веры – Божья и человеческая. В человеческой вере люди любят себя, свои интересы, свои цели, а Божья вера, она строится на любви к Богу. Приближение к Богу происходит тогда, когда через смирение в нашем сердце становится меньше себя и больше Христа. Именно искреннее послушание Богу соединяет нас с Ним в любви и преображает выброс Христа. Нам с вами не так важно, что мы делаем, как важно то, как мы это делаем. Нам важно не просто ходить в церковь и получать сеансы какой-то душевной терапии, умилиться пением, поговорить с друзьями, но важно возлюбить Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью своей, чтобы быть истинными детьми Божьими. Ошибается тот, кто считает себя христианином лишь только потому, что ходит в церковь, посещает собрания, выполняет определенные какие-то традиционные поручения, не прикладывая к этому разума, сердца и всего себя. Верно заметил кто-то, что считать себя христианином только потому, что ты родился в христианской стране или только потому, что ходишь в церковь, равносильно тому, что считать себя автомобилем только потому, что ты ходишь в гараж. Наш Господь Иисус Христос преподносит нам самые глубокие и ясные истины о том, что любовь к Богу есть послушание Его Слову, которое имеет неприходящие ценности, которое имеет неприходящее благословение. Мы читаем Евангелие, да, она 14 глава, 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», что может быть проще и понятнее. Любите – соблюдите. И она, 15 глава, там же сказано, 4-10 стихи. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. И если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюдал заповеди Отца моего, и пребывая в его любви». Иоанна, 14 глава. «Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Исполнять Божье повеление надо так, как этого желает Бог. Если бы мы спросили сегодня христиан, «Вы исполняете Божье повеление?» Ну да, конечно, исполняем, сказали бы практически все. Но я сегодня как раз именно хочу обратить внимание, на то, что исполнять Божье повеление надо так, как это действительно повелевает Господь. Так, как хочется Ему, не так, как хотелось бы нам по нашему, может быть, близорукому усмотрению. Бог очень ревностно относится к истинному и лицемерному послушанию по духу, а не по букве. Послушание от чистого и любящего сердца и ненавидит, ненавидит лукавые человеческие корректировки его воли. Он не хочет и не желает, чтобы мы подправляли его волю. Это очень хорошо видно на примере царя Саула вот в этом тексте, который я прочитал выше. Так говорит Господь Саулов. «Вспомнил и о том, что и сделал Амалик Израилю, как он противостоял ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди, порази Амаликой, истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от волы до овца, от верблюда до осла». Бог через пророка Самуила дает повеление царю Саулу истребить Амаликитян. Вы знаете, это очень такой жесткий текст писания, который подвергается резкой критике со стороны атеистов. Мне однажды один даже человек сказал, слушай, так это же геноцид. Вот это было испытанием верности Саула о возможности и возможности исправить ему прежнее отступление, о чем он был предупреден пороком. И на первый взгляд повеление об истреблении кажется очень страшным и жестоким. Но Бог не делает ошибок и всегда поступает таким образом, что спасти максимальное число людей, которые поверят в него. Иногда Бог выбирает между хорошим и худшим. Иногда Богу приходится выбирать наименьшее зло. И Бог всегда защищает свой народ. Он защищает тех, кто ищет единство с Ним на земле для единения в блаженной вечности. Но при этом любящий Бог дает также шанс исправиться и врагам народа Божьего, которые упорствуют и часто сами навлекают на себя погибель. Что вспомнил Бог об Амаликитянах, чтобы дать такое жесткое повеление? Давайте будем разбираться. Амаликитяне это потомки Исава. Они были кочевым народом, жившими грабежами и разбоями. То есть сегодня мы бы сказали, что это были террористы. Они всегда были враждебно настроены против народа Божьего. Когда Бог выводил свой народ из Египта, то Амаликитяне нападали на караван израильтян. Причем это нападение было на тех, кто отставал от этой процессии, кто был слабо, кто был слабо. Это были женщины, дети, старики. Они не были защищены сильными отрядами вооруженных мужчин, а остальные вооруженные, которые защищали этот караван. Они не успевали подойти, и Амаликитяне грабили, убивали, брали в плен. Вот по приказу Моисея однажды Моисей приказал истребить этот народ. Не истребить, а просто воевать. И они воевали. И Иисус Навин воевал с Амаликитянами с Божьей помощью, изложил Малека. В книге Исхода мы об этом читаем. Но в тот день победы Бог не отдал приказ об уничтожении Малекитян. Он дал им время для покаяния в совершенных сверствах. И с тех пор от поколения к поколению Малекитяне были под тяжестью судов божьих, но не раскаивались. Моисей несколько... Молисей однажды сказал, что рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Смелось несколько поколений, пока Божье терпение к Амаликитянам иссякло. Они все так же не раскаивались. Господь долготерпелив и милостив. Он прощает любой грех, но только при одном условии. Искреннее покаяние о содеянном и оставление грехов. Для раскаившихся грешников Бог является милость. А для тех, кто постоянно ожесточает свое сердце, он есть огонь поедающий. И мы читаем Слове Божьем страшно впасть в руки Бога Живого. Итак, Амаликитяне не раскаивались. И тогда Бог, который видит сердца людей и их неспособность к исправлению, даёт приказ на истребление зла, поразить Амалика и истребить всё и всех. Но при этом кенияне, которые были вместе с Амаликитянами, которые благосклонно относились к израильтянам, они были по приказу Господа отделены из среды Амалика и спасены. Царь Саул исполняет это повеление Божие, но с определенными изменениями и по своему усмотрению. И мы читаем и поразил Саул Амаликат Хавил до окрестностей Сура, что перед Египтом и Агага царя Амаликова захватил живого, а народ вещь истребил мечом. Но Саул и народ пощадил Агага и лучших и завец и волок и откормил их нагнят и всё хорошее и не хотели истребить, а все маловажные и худые вещи истребили. То есть победа, мы видим, была очень внушительной, но Амаликитяне не были уничтожены полностью и позже они доставляли очень много проблем царю Давиду. Мы также видим, что Саул пощадил царя Агага, потомки которого были очень враждебно настроены против Бога и его народа. Саул пощадил царя, надеясь получить за него какой-то богатый выкуп. Мы знаем из Писания, что спустя пять столетий, прошло пятьсот лет, один из таких потомков Агага по имени Аман хотел истребить всех евреев в Персии. И мы читаем об этом в книге Исфирь. Именно этому плану Господь воспрепятствовал через Исфирь. И мы видим, что непослушание Богу может приводить к очень большим проблемам в отдалённом будущем, которые видит только Господь, и часто мы не видим и вступаем в какой-то суд. Саул и его воины набросились на добычу подобно хищникам и сделались неугодными в очах Господа. Из жадности, из-за личной выгоды и поиска своего, а не Божьего, они пощадили лучший завец в лове, откорме их нагнята, также всё самое лучшее. И здесь они проявили недоверие Богу, который даёт всё необходимое благо верным ему. Бог и так бы им дал всё, что необходимо, но они решили это сделать сами, своевольно. И здесь мы видим, что Саул поставил свои ценности, своё понимание ситуации выше Божьей воли и посчитал их более важными, чем Господнее Слово. Гордость и неисполнение в точности Божьего Слова происходит от того, что люди в своём эгоизме ставят собственную мудрость выше Божьей воли и выше священного Писания. Вопреки тому, что Бог ясно повелел уничтожить всё, Саул и бывшие с ним посчитали, что будет большой бессмысленной утратой уничтожения хорошего скота. И здесь явно было проявлено непочтение к Богу. Здесь явно не было любви к Богу, было проявлено непослушание. Ну, казалось бы, ну что тут такого? Ну, захватили ягнят, захватили этих телят, в конце концов принесём их жертву Богу. Но это непослушание Саула могло иметь самое страшное последствие для народа Божия, потому что он своим непослушанием уводил народ от страха Божьего, уводил от смирения перед Богом, уводил от доверия Богу и к отпадению от Господа. И здесь вопрос уже стоял не в жизни царя Агага, не в овцах и не в ценностях, которые были сохранены, а в том, чтобы не сохранялось водительство Божье, что людям был показан губительный пример игнорирования Божьего Слова. Заблуждающийся Саул считал, что поступил правильно и давал повод для обольщения народу. Саул в непослушании показал свою нелюбовь к Богу. Он даже не называет Бога своим. Когда говорит пророку Самуилу, смотрите, как он говорит, народ же из добычи заветства Саула взял лучше из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Голгории. Вот что он говорит пророку, не моему Богу, твоему Богу. Такое самовольное и неполное исполнение воли Божьей привод к печальным последствиям для Саула. Бог говорит через пророка Самуила, ты отверг слово Господа и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И хотя Саул 15 лет еще, братья и сестры, 15 лет оставался царем Израиля, он был отвергнут Господом. У него не было благословения, он не имел силы от него. И все время, помним, пытается убить Давида, он все время, он уже никто, хотя еще формально это исполняет. И здесь у нас дается очень важный урок. Любовь к Господу состоит в полном исполнении его воли. А отнятие или прибавление чего-то человеческого к Божьим повелениям приводит к падению. Потому что непослушание отделяет человека от Бога и лишает его благословений. Это очень важный вывод. Так было во все времена. Так было во все времена. Так было, когда Ахан взял из заклятого вопреки Божьей воли и израильтяне потерпели поражение от жителей Гая, потеряв много убитыми. Об этом мы читаем в книге Сусанавина. Так было даже с Моисеем, героем веры. Даже Моисей, когда он не исполнил Божье повеление в Кадосе о том, чтобы словами обратиться к скале для того, чтобы Бог дал воду израильтянам, которые роптали от жажды. И мы помним, первый раз он ударил, потому что Бог так сказал, ударь своим жезлом о камень и скала даст воду. Но второй раз Бог сказал, словом скажи. А Моисей подумал, что он умнее Бога, что он мудрее Бога и опять ударил по скале. Удивительно, вода потекла. Вода потекла, потому что Бог по милости дал эту воду жаждущим израильтянам. Но не потекли потоки благословения для Моисея. И Бог потом скажет однажды Моисею и сказал Господь Моисею и Иорону, за то, что ты не поверил мне, чтобы явить святость мою перед дочами сыной Израилев, не введёте вы народа сего в землю, которую я дам ему. Посмотрите, братья и сёстры, какой ценой платится казалось бы маленькое непослушание. Казалось бы, маленькая корректировка Божьей воли. Удар по камню обошёлся Моисею так дорого вхождением в землю обетованную. Но здесь важно то, что Моисей посчитал собственную мудрость выше Божьего повеления и вёл себя так, как будто знал, как добыть воду из скалы, как будто не Бог своей милостью даёт, а он. И Бог осуществил такой земной суд за то, что всесильное и совершенное Слово Божие было поставлено в зависимость от одобрения немощного человека. Это подрывало авторитет Божьего Слова. Это подрывало авторитет Бога в жизни людей, окружавших Моисея. Итак, так было с Аханом, так было с Моисеем, так было с Адамом и Евой, когда они ослушались Бога и лишились Эдема, нарушив единственный запрет Бога, видоизменив Божье Слово. Казалось бы, что такого? Возьмем, попробуем этот запретный плод. Ну, что тут такого? Ну, Бог же все-таки Бог, Он любящий. И мы знаем впоследствии, что при этом в будущем пострадали все поколения людей. Так было с Каином, который самовольно и без трепета перед Богом принес Богу жертву от полей, хотя знал от родителей, что это должно быть животное, что это прообраз, будущий прообраз Христа. Но он пытался завоевать Божье одобрение, не подчиняясь его воле. Братья и сестры, никогда мы не завоеваем Божье одобрение, никогда не угодим и не прославим Бога, если будем нарушать его Слово. Никогда. Трудился ли Каин много? Ну, конечно, трудился. Я ведь трудился, и Каин, может быть, даже Каину пришлось больше трудиться, чтобы вырастить этот урожай, спахать там, все это сделать. Он думает, ну, вот Бог как похвалит меня. Но Божья воля была не в этом. И они знали эту Божью волю. Так было с Ильей. Сорок лет был священником Израиля. Сорок лет. И знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их, читаем мы в книге 1-й царств 3-я глава. Знал и не обуздывал, за что подвергся суду сыновья и сам Ильей. Так было с коринфянами. Они посчитали себя мудрыми и свободными во Христе настолько, что оправдывали страшное блудеяние и гордились этим, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело, читаем 1-й коринфянам, 5-й главе. Так было с галатами, которые посчитали недостаточной для спасения Божью благодать и добавили исполнение закона отпал от благодати. Так будет перед пришествием с обольщенными людьми, которые ради своего удобства в земной жизни поклонятся Антихристу и пойдут в ад. Так бывает к большому сожалению братья и сестры с нами, когда мы в своей губительной жалости оправдываем людей, которые самовольно оставляют вверенное им служение или которые находятся в нераскаянном грехе или ереси, которые осуждают за спиной своих братьев и сестер свою церковь, которые имеют только вид благочестия. И если мы любезно общаемся с ними, еще больше отдаляя их от Бога и обольщая себя, то мы поступаем против Писания, которое говорит «таковых удаляйся». Писание говорит «еретика после первого и второго разумнения отвращающегося, зная, что такой развратился и грешить, будучи самоосужденным». Так бывает с нами в наших поступках, когда нам больше дорожим своей репутацией, чем именем христианина и репутацией церкви, когда мы не в состоянии справиться с обидами, когда личные интересы, интересы семьи и материальное положение дороже Божьей воли. И мы готовы, как капризные дети, не исправлять себя в смирении, а искать других условий служения, искать удобные христианские сообщества. В таком случае мы считаем себя мудрее Слово Божие, которое говорит «Все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрим, потому что Бог гордым противится, а смиренно дает благодать». И так, пишет апостол Петр, смиритесь под крепкую руку Божию, да возникнет вас свое время. Гордость, не смирение ведут всегда к отпадению. Так бывает с нами, когда мы не желаем искать Божьего, но желаем искать своего. Под видом даже служения Богу, искать свои славы, известности, когда мы стремимся к тому, чтобы во всем славить себя, а не Бога. В таком случае мы считаем себя выше Божьего Слова, которое гласит «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славу, которую от единого Бога не ищете? Так бывает с нами, когда мы слушаем различные сплетни и клевету на братья и сестер и не останавливаем их, когда не обличаем согрешивших открыто по Писанию, когда не проявляем любви к братьям и сестрам, когда осуждаем и завидуем. И при этом мы считаем себя выше Божьих повелений, которое гласит «Не судите, да не судимы будете». Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нём пребывающей. А также, если согрешит против тебя брат, слово же говорит, что делать надо, пойди, обличи его между тобой и мы одним. Если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего. И дальше, не послушает, возьми двоих, троих, не послушает, тогда в церковь. Вот порядок, который Бог даёт. Мы думаем, что мы мудрее, мы думаем, что мы добрее, мы думаем, что мы милосерднее, любвинее самого Бога. Нам иногда кажется, что мы можем подправить Божьи заповеди, своими поступками улучшить их своей мудростью, что мы имеем больше любовь, чем Божья любовь. Но будем помнить, что Бог по ругам не бывает, что посеяв человек, то и пожнёт. Худая жатва и потери в этом случае абсолютно неизбежны. Нам надо однажды понять и смириться в прахе и пепле перед Божьим величием, перед совершенствием Его Слова, которое относится непосредственно к каждому из нас, ко мне лично и к вам лично. Нам надо понять, что только Его Слово совершенно, только Его воля совершенно, а мы немощны и бессильны без Него. Нам надо усвоить разумом и сердцем, что наша мудрость может быть безумием перед Богом, когда мы поступаем по плоти, а не по духу. Нам надо понять, братья и сёстры, что любить Бога это значит в точности исполнять Его Слово. Любить Бога это значит в точности исполнять Его Слово. Об этом сказано Господом Иисусу Навину. Он говорит, да и не отходит книга сия закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё то, что в ней написано тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Павел предупреждает Тимофея, что оставление, что состояние людей в церкви, живущих, непослушаний будет становиться всё хуже и хуже. Они будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждая. Что это значит? Если есть какой-то мирской успех, если есть что-то такое, что кажется, люди успешны, не удивляйтесь. Не удивляйтесь, братья и сёстры. Время покажет, вечность покажет, Бог покажет. Жатва ещё не наступила. Неповиновение сопровождается обольщением. И если им не противостоять, то ты будешь усиливаться и расшатывать церкви, ослабляя веру христиан. Дорогие братья и сёстры, хочу сказать, Бог видит наше сердце. Не забывайте это. Пожалуйста, давайте не будем забывать это. Бог видит наше сердце. Бог видит намерения, цели, методы действий. От Него никуда не денешься. Точно так же, как не скроешься от последствий своих поступков. Никуда. И нет твари сокровенной от Него. Но всё обнажено открыто перед очами Его. Ему дадим отчёт. Мы согрешаем, да, конечно. Но есть выход. Нужно встать на колени, раскаяться, исправиться, идти дальше. Мы несовершены, без сомнения. Смиряйся под Слово Божие. И Бог будет давать мудрость. Мы делаем ошибки, конечно. Посоветуйся, посмотри, сопоставь. Исправляйся. Когда Господь поставляет вместо Саула Давида, он говорит Самуилу, который смотрел очень высокого и статного Ильява, наверное, он думал, вот, вот красавец, вот как раз он и будет царём. А Бог ему говорит, не смотри на виды его и на высоту роста его, я отрину его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, Господь смотрит на сердце. Часто так бывает, что очень талантливые люди могут для Бога ничего не сделать только потому, что они думают, что они талантливы всех, только потому, что они думают, что они служат так, как им надо, а не так, как Богу. А иногда простой, смиренный, короткий человек может сделать гораздо больше для Бога и прославить Бога. Бог долго терпит нас. Но это не должно служить поводом к тому, чтобы не быть послушным Слову Божьему, только потому, что не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Но мы видим из Писания, мы видим, что чем чаще и на более длительное время откладывается Божий суд, тем более будет он суровым в момент его наступления. Не нужно испытывать Бога. А хуже всего, есть еще одно хужее состояние. Хуже всего такое состояние, когда пройдена граница терпения и Бог оставляет такого человека и уже не наказывает для исправления. Это самое страшное. Вот почему Давид восклицает благодарности после Божьего наказания. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться усталым твоим. В Псалме 118 мы это читаем. То есть, что, по сути, сказал Давид? Господи, я заблуждал все. Но ты меня остановил вовремя. И это огромное благо, потому что ты меня направил на совершенное исполнение твоей совершенной воли. Искреннее послушание Богу есть проявление нелицемерной любви и получения от него обильных благословений, потому что такое послушание есть смерть нашей гордости, есть смерть высокомерия и есть воскресение совершенных качеств души, необходимой для пребывания с Богом вечности. Бога нельзя обмануть. Это безуспешно пытался сделать Саул. Совершенно другое состояние сердца мы видим у Божьего пророка Самуила. Такая огромная разница между Лукавом, Салом и пророком Самуилом, священником Самуилом, который исполняет Божье служение. Бог своей любви доносит через Самуила всё то, что должно бы подвигнуть Саула к покаянию. Всегда Бог даёт возможность покаяния, но тот в гордости и самобольщении считает, что он прав и выполнил поручение Господа. Когда пришёл Самуил к Саулу, мы читаем Слове Божьем, Саул сказал, благословен ты у Господа. Смотрите, какое лукавое приветствие. Вот, я тебя уважаю, священник, благословен ты у Господа. И я исполнил Слово Господа. Он уверен, что он исполнил. Гордость засилает ему глаза. Он любуется собой и своей победой, не воздав при этом славу Богу, а присваивая её себе. В гордости и тщеславии Саул воздвигает себе памятник, когда возвращается из похода в Галгал, именно там, в этом месте он был поставлен царём. И известил Самуи, известили Самуила, что Саул ходил из Кормила, и там поставил себе памятник и зашёл в Галгал. Даже современные диктаторы мало кто вставит при жизни себе памятники. Божий служитель Самуил сильно опечалился решением Господа. И было слово Господа жалею, что поставил я Саула царём, ибо он отвратился от меня и слово моего не исполнил. И опечаивался Самуил и взывал Господу целую ночь. Сердце Самуила какое! Он плачет на коленях за то, что этот человек, которому Бог дал такое великое служение, он не исполнил его. И Самуил очень опечален. Он опечален. Он его помазал на царство по Божьему повелению, а он не исполнил. У любящих Бога людей даже отвержение грешника вызывает скорбь. И апостол Павел также печалится от разврата христиан, созданной им в церкви Коринфии. Апостол Павел создал там церковь, и они такое творят. И он пишет, от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Казалось бы, к таким грешникам что еще? Взять, разбомбить, размолотить и все? Нет. Так ведут себя дети Божьи. Смотрите, Саул идет на всякие уловки, на всякие уловки, чтобы оправдать себя, и не желает раскаяться. Он не желает раскаяться, хотя Бог неоднократно, как минимум три раза, дает такой шанс. Саул говорит, ты исполнил волю Божью? А что ты, овцы? Пляния, слышу овец, почему мучание, слышу, этих животных, ты должен был их уничтожить? А Саул вместо сокрушения покаяния тут же, не думай, тут же находит два оправдания. Первое, так пожелал народ, знаете, легче всего прикрыться народом, так пожелал народ, извините, но народ так хочет. И второе, так это же хорошо, мы этими овцами, этими животными принесем жертву Богу. Казалось, какая, какая мудрость. Но Бог отстраняет этого человека. Самое отвратительное здесь в том, что свое непослушание Богу грешный Саул оправдывает тем, что хочет послужить жертвоприношением Богу, то есть, как бы поклонением Богу и тем, что он слушает голос народа. Железное алиби, но для людей, а не для Бога. И сказал Саул, перевели их Атамалика, так как народ пощадил лучших из овец и волол, для жертвоприношения Господу Богу твоему, не моему. С каких это пор? Ты самовольный царь, слушай, что, что говорит народ? С каких пор? Ясно, что это был приказ Саула. Люди никогда бы не осмелились сами сделать это. Это не был бунт народа против Бога, это был бунт царя против Бога. Не народ ведет царя, а царь ведет народ. Не паства ведет пастыря, а пастырь ведет пасту. Не овцы ведут пастыря, а пастырь ведет овец. Так было, так есть, так должно быть. Если так было и есть, и будет, кто не ищет покаяния и хочет оправдать себя, тот будет стремиться обвинить других и возложить вину на кого-нибудь другого, но никак не на себя. Гордое, нераскаянное сердце, нежелающее исповедовать свой грех, всегда пытается найти отговорку, что кто-то не давал чего-то исполнить, не давал исполнить Божью волю, как будто этот кто-то, да любая личность, он сильнее Бога. Исполняй Божью волю, Бог будет с тобой, всегда. С того, вместо покаяния переложил ответственность себя на народ. Народ так захотел. А что против народа скажешь? Мы же народу служим. Мы сегодня видим, как народом прикрываются все, абсолютно не заботясь об этом народе, но скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Так сказано в книге притч. И знаете, братья, еще в таком оправдании, как я никому не повредил, ну и что тут такого, или все поступили бы так же, многие люди меня поддержали бы и так далее, они только усугуляют ситуацию, потому что они равносильны, если перевести на нормальный и понятный язык, они равносильны таким словам ничего страшного, что я не послушался Бога. Самуилл вновь старается склонить сердце царя к сокрушению перед Божьей волей и напоминает Саулу о том, каким смиренным и кротким он был в начале, когда Бог поставил его ничего не значащего царем Израиля. И мы читаем, и сказал Самуилл, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделаешься главой у колен Израиля, и Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь путь, сказав, иди, предай заклятию нечестивых малькетян, и воюй, против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал глаза Господа? Знаете, что сказал пророк? Он сказал, Саул, что с тобой случилось? Что ты так возгордился? Что с тобой, дорогой, такое произошло? Ты же был простым, нормальным парнем, который побеждал, которому пели хвалу, что с тобой произошло? При этом Саул должен много было чего вспомнить. Он должен вспомнить, откуда он вышел, на какие высоты поставил его Господь. Он должен был в благодарности вспомнить, каким был вначале непритязательным, робким и скромным, а потом возгордился и отдалился от Бога через непослушание. Когда Самуил впервые сказал Саулу, что он будет старым Израиля, тот скромно отвечал, вернемся назад чуть-чуть. Что отвечал? Вот первое, как начинал? Самуил говорит, Бог повелел мне помазать себя на царство. Смотрите, что он отвечает. Не сын Илья Вениаминов одного из меньших колен Израилевых? И племя мое, не малейшее ли между всеми племенами колен Вениаминовых? К чему же ты говоришь мне это? Правильно. Есть смирение и скромность и здесь нет лукавства. В тот день, когда Самуил должен был провозгласить его царем, знаете, где он прятался? В обозе. Он спрятался в обозе, что может быть не найдут, может еще не надо становиться царем. Первую книгу Царь, 10 главу, почитайте. Вы знаете, идет время, так всегда, идет время, и люди меняются или к лучшему, или к худшему. Это к каждому из нас относится. Либо мы меняемся к лучшему, приближаемся к Богу, либо мы меняемся к худшему и уходим от Бога. А правдам и себя неоправдам для Бога не имеет значения. Мы когда-то имели больше любви и искренности, потому что искали Божьего, а не своего. Мы были более искренними и любили первую любовью, потому что подчинялись Слову Божьему. Мы иногда ужасаемся. Как так случилось, что многие сильные и надежные ушли или стали слабыми. Но все, церковь разрушается. Братья и сестры, церковь никогда не разрушится. Запомните, мы можем разрушиться. Каждый из нас может разрушиться и ослабить. Церковь Божия никогда не разрушится. И церковь пробуждения никогда не разрушится. Она стояла и будет стоять. И не надо ужасаться каких-то таких потрясений. Потрясений будет много, потому что мы живем такое время, когда будет огромное отступление. Смотрите в свои сердца. Мы ужасаемся. Что случилось? Многие сильные, надежные упали или стали слабыми. Саул тоже был скромный, тоже был надежный, тоже был смиренный. Но чем закончил? Еще я покажу потом, чем еще он закончил. Самоубийство. Ужасная картина. Почему эти сильные падают? Потому что эти сильные однажды посчитали, что они действительно сильными. Они действительно посчитали себя сильными, посчитали себя полностью способными принимать решения вместо Бога и абсолютно единолично. Нелюбовь к Богу и к людям ведет к падению. Возвышение себя. И очень часто переоценка своей роли всегда ведет к падению. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится, читаем мы слова Господа Иисуса Христа. Знаете, братья и сестры, сегодня христианский мир потрясает сообщение о том, что многие пастыри, известнейшие пастыри, написавшие десятки книг, пастыри, у которых членство в церкви было 10 и 20 тысяч человек, мега-церкви оставляют служение и отказываются даже от своих прежних убеждений. Один очень известный пастырь мега-церкви в Америке, который написал книги, отказался от крестьянства и извиняется перед лесбиянками, геями и всеми этими людьми, говорит, что да, я неправильно поступал, извините, это все правильно. Почему? Почему такое происходит? Что даже православные проводили конференцию о том, знаете, на тему, что такое пастырское выгорание. Появился такой, знаете, ложный термин. Пастырское выгорание. Философия человеческая. Люди оставались служение, отказались от христианских ценностей, ищут своего. Пастырское выгорание. Выгореть может только тот, кто не любит Господа. Выгореть может только тот, кто не принимает от него истин, кто не принимает от него силу, чтобы иметь силу служить. Кто имеет дерзновение не слушаться слов Бога. Христиан не должен выгорать. Христиане. А служитель тем более. Мы должны гореть любовью к Богу. Мы должны гореть желанием войти в Царствие Божие, не выгорать. Мы не свечки. Мы высшее Божие творение. Если мы исполняем волю Божию, если подчиняемся Божьему Слову, если мы находимся в единстве с Богом, Бог всегда восполнит силы и даст гораздо больше, чем нам надо. Так было со всеми героями веры. Они не были такими сильными. Они не были настолько талантливыми, как нам кажется. Но они талантливы тем, что слушались Бога. И Бог умножал их многократно таланты и дарования. Действие Слова Божьего производит прежде всего смирение. Как нам узнать, мы подчиняемся Слову Божьему, исполняем его или нет? Я хотел бы дать такой критерий. Действие Слова Божьего прежде всего приводит к смирению. Смирению всех, а тем более служителей. Для служителей, для всех нас наивысшей точкой авторитета должен быть Бог и Его Слово. А наивысшим действием и любовь к Нему через послушание. Не понимая, что делать, поступи по Слову Божьему. Вот по Слову Божьему, которое относится к данной ситуации, в Божьем Слове есть все ситуации в жизни. Примени только правильно. Посоветуйся с духовными людьми, в конце концов. Но только не подстраивай Слово под себя, как Саул, а смиряйся под Слово Божие, как это делал Самуил. Поступи так, как поступил бы Христос в данной ситуации. Если я осознаю величие любви Божьей, если я осознаю, братья и сестры, что Он сделал для меня, что я должен бы висеть на кресте, если я это осознаю, я должен бы висеть на кресте, а Бог освободил меня от этого, то я буду отвечать Господу любовью через послушание Его совершенной воли. Я и буду иметь страх Божий. Страх Божий не послушаться того, который спас меня такой дорогой ценой. К совершенству, братья и сестры, нечего добавить в любых ситуациях. К совершенству не надо ничего добавлять. И отнимать не надо, потому что он уже станет несовершенным. Но если Бог для любого из нас и для служителей на первом месте, тогда все хорошо. Но если Бог не на первом месте, если люди живут в своей системе ценностей и при наступлении кризиса и трудностей пастыри-наемники бегут и оставляют пасту, как и сказано, а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах, то не надо тогда прикрываться ничем и никем. А овцы бегут? Да, иногда бегут. Бегут также и овцы, которые не желают смиряться. И вместо того, чтобы в критической ситуации быть ближе к Богу, смиряться и не искать ответа в мирских принципах, люди пытаются упорно оставаться в своих ценностях и вынуждены бежать, фактически убегать от себя, не давая простор действий Богу. Никуда не убежишь от себя. Придется менять все равно характер. Хорошо, если при жизни. Один молодой христианин спросил у мудрого старца, если человек любит, и он уйдет, то он вернется? Ну, а там мудрый старец ответил, если человек любит, он не уйдет. Нужно дорожить тем, что мы имеем. Дорожить церковью, дорожить служителями, дорожить своей семьей. Всем нужно дорожить. Но дорожить по-настоящему. Можно только тогда, когда мы исполняем Божье Слово. И вот Сол должен бы вспомнить, вспомнить, как ранее не послушался гласа Господа, и сам совершил все сожжения, приняв на себя роль священника, хотя не имел на это права. Прошло немного времени, и он поступает своевольно. И там он тоже удивительно оправдывается одним и тем же. Он оправдывается, опять-таки, народом. Да я это сделал. Он знает, да, ты царь, но ты не священник, ты не имеешь права приносить жертву Господу. Это должен был сделать священник. Он, я царь, народ начал разбегаться. Чуть-чуть задерживался Самуил. Но Самуил ему говорит, худо ты поступил. Куда поступил-то, мы читаем, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, и теперь не устоя от царства не твоему, Господь найдет тебе мужа по сердцу своему. Не исполнил этого Саул. Он уже тогда не является мужем по сердцу Божьему. Он стал нетерпеливым, непокорным и более доверял себе, чем Господу. Он фактически не любил Бога. Братья и сестры, когда есть систематическое непослушание, обязательно наступит крах. Хорошо, если при этой жизни будет еще возможность покаяться. Но хуже, если этот крах будет в вечности. Вы скажете, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие безвзаконие. Саул упорно отрицает свою вину, забыв основную цель своего похода. Он даже как бы гордится тем, что принял и сохранил Агава, царя этого Маликитянского, живым. Вопреки Божьему повелению. Саул боится потерять доверие в глазах пророка и народа и опять опорадует тем, что лучшие животные были предусмотрены для жертвоприношения. Братья и сестры, даже если бы это было так, то все равно это оправдание было бы жалким, потому что Бог не нуждается в грабеже для всесожжений. Зачем Бог будет делать так, чтобы награбленное приносить для всесожжения? Это как, если бы бандит пришел, по жертву сказал, вот смотри, священник, я тебе жертву миллион долларов, вымыли мои грехи. Так многие с его не поступают. И, к сожалению, священники могут принимать это. Вместо того, сказать, Бог не нуждается в твоих таких деньгах, Бог не нуждается в таком жертвоприношении. Никакие добрые намерения не оправдывают худой поступок. Ибо благими намерениями безугодную Богу действуй вымощена дорога в ад. Без послушания Богу нельзя принести угодную жертву. Когда Саул пытается оправдать свое непослушание ритуальным жертвоприношением, то Самуил произносит важнейший принцип для всех времен. Неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушание глазу Господа, послушание лучше жертвы и повинение лучше тука овнов, ибо непоконность есть такой же грех, что волшебство и противление тоже, что и идло поклонство за то, что ты отверг Слово Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Казалось бы, не такие большие грехи сделал, но Бог видит сердце. Послушание и верность Господу выше всех форм поклонения. Запомните это, братья и сестры, послушание Богу выше всех форм поклонения, выше жертв, выше поста, выше молит, выше пение в хоре, выше проповеди и так далее. Если нет послушания, говори хоть тысячу проповедей, твоя проповедь не будет иметь силы и действия. Если ты поешь тысячу песен, но ты не слушаешь Господа, твое пение никому не нужно. Если мы приходим очень каждый раз системно исполняем, с нечистым сердцем принимаем участие в вечере, это вечеря против тебя. Так было всегда, так есть. Бог не меняет своих ценностей. И сегодня, так же, как и всегда и было ранее, священные действия и поклонения не Богу нужны. Они нужны нам, чтобы напомнить нам, какой ценой мы куплены. Это для нас важно. И Бог сегодня может сказать, когда вы приходите, являться при лицо моё, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои, не носите больше даров тщетных. Так написано в книге по рогу Исаии. Бог говорит, ибо я милости хочу, а не жертв и боговедни более, нежели всесожжений, ничем другим, как послушанием Богу угодить нельзя. Любовь к Богу – это исполнение Божьего слова. Что делается против воли Божьей, то сквернее всего, даже если это жертва или пост, пишет Иоанн Златоуст. И смотрите, Слово Божие, непокорность переравит к волшебству. Опротивление к кидалопоконству. То есть, это не просто грех, это страшная мерзость и ненависть, то, что Бог ненавидит. Страшная мерзость и ненавидимый Богом грехи. Саул в своем падении дошел до того, что Господь не отвечал ему, он уже оставлен, и он прибегает к мерзости и обращается к волшебнице. Послушав колдунью, он бесславно умирает через самоубийство, когда терпит поражение от фельдстимлян. Заметим, что только тогда, когда Сумил объявляет об отнятии от него царства, он как бы пытается покаяться. Вот наступили на мозоль, вот затронули самое же, вот надо как-то покаяться, но дело это настолько притворно, что Бог не принимает такое покаяние. Согрешил я. Смотрите, как отличается его покаяние от истинного покаяния Давида. Он раскается не перед Богом, как Давид. В Псалме 50 мы читаем, «Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами твое сделало, так что ты праведен в приговоре своем и чист в суде своем». Давид так обращается к Богу. То есть он говорит, «Я тебе, Господь, согрешил, я теперь готов понести любое наказание, ты прав, что бы ты, как бы ты меня не наказал». А теперь смотрите покаяние Саула. Он перед Самуилом раскаивается, чтобы сохранить в своем лице хорошую репутацию и возможность остаться царем по ходайству Самуила. Он опять оправдывается тем, что боялся народа, а не Бога. «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое, не Божье, Самуила. Но я боялся народа». И послушался голоса их. Давайте, братья и сестры, запомним раз навсегда. Любое покаяние сно – это уже не покаяние. Если мы говорим о том, то, 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 но – это не работает перед Богом. Покаяние настоящее – это сокрушение, это изменение, это оставление. согрешил я бы приступил слуха Твое. Но боялся народа. Вот это оно, все. И только отнятие царства волновало его, волновало Саула и затронуло его, потому что было связано с его личной судьбой, а не судьбой народа, за которую он должен был отвечать. Если служитель, если любой из нас заботится только о себе, о своей репутации, а не о судьбе тех людей, которые вверены ему, это уже не служитель. Вот почему огромной опасностью является самовольное оставление любого служения, любого, пастырского, я уже вообще не беру в расчет. Это страшнее, чем блуд, это страшнее, чем любой грех. Бог доверяет души, а мы их бросаем. Это страшнее всего. Нести в трепете, в благоговении, в смирении, с любовью, с благодарностью. Вот для чего это делается. Вот отняйте от царства. Волновало Солу, больше ничего не волновало. И знаете, как он просит? Он просит не Бога, а Самуила снять грехи. Теперь же иснимись меня грех мой и вратись со мной, чтобы я поколыся Господу. Ничего не понял. Ничего не понял. У него уже царство отнято, Бог оставил, а он еще не понял. Он говорит, ну, давай, Самуил, я все-таки должен как-то лицо перед народом сохранить. Вернись, поклонись. То, что царство отнял Бог, уже ей не волнует. Главное, перед народом. Главное, как люди посмотрят. Понимаете? Смотрите с этих позиций. Ну, Бог отвечает через Самуила. «Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем, таков бесславный конец непослушания у человека, который имел вначале прекрасные мотивы. Но момент испытания его сердца стремилось быть независимым, непослушным от Бога. Оно дало свой печальный плод. не исполняя Божье Слово, мы становимся по сути противниками Богу, и рано или поздно, если не исправимся, будем иметь, будем нести тяжкие последствия. Поэтому так важно нам всем сегодня любить Бога и друг друга. Нам очень важно любить Бога и друг друга, чтобы иметь сильную христианскую общину, чтобы нашу церковь ничего не поколебала. Сила церкви измеряется не количеством людей. Я вам приводил пример, как двадцатитысячная церковь. Пастыри отказывались, они падали в никуда. Не количеством людей. Сила церкви не измеряется не количеством даже дарований, которые там есть. Не количеством певцов, проповедников и так далее. Сила церкви измеряется послушанием Божьему Слову, смирением и кротость пред Богом, благоговением перед Ним, любовью друг к другу к Богу. Вот чем измеряется сила церкви. А служителям важно быть послушными Богу и не угождать неверное желание тех, кого они призваны вести в честь царства Христа, жалею, что поставил тебя пастырем. А всем нам, братья и сестры, важно всегда помнить предупреждение Господа. Не всякие говорящие мне, Господи, Господи, войдет Царство Божие, Царство Небесное, на исполняющие волю Отца Моего Небесного. Будем помнить всегда эти слова. Итак, я хочу отметить заключение. Любовь есть исполнение воли Божьей, основанной на Божьей природе, любви и совершенном Божьем Слове. Для проявления любви к Богу и получения благословений необходимо смириться, смиряться постоянно перед величием Божьим и твердо знать и верить, что Божья воля и Его Слово являются вершиной совершенства, которое не терпит изменений, добавлений и подправлений. Второе. Проверять полное послушание Божьим повелением так, как сказал и как хочет Господь, а не так, как удобно нам или как нам кажется лучше. И третье. Все свои действия проверять не эмоциями, не желаниями плоти, не своими целями, не интересами даже семьи или группки людей, не повелением людей, не приобретением славы себе, а единственным аталоном, Словом Божьим, угождая Богу, а не людям, не угождать ложным авторитетом. Итак, я хотел сегодня, пастырский день, сказать всем нам, себе, чтобы мы проверяли свою любовь и проявляли любовь послушанием и исполнением Божьего Слова по духу от чистого сердца. если это будет в сердце у всех, нас никто и ничто не собьет с пути. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Будем молиться. Когда душа лишь на себя взирает, и гордость впереди во всякий час, когда и зло, и зависть раздирают, когда лего, тогда гаснуть от нас. Когда слова звучат нечистотою, и пламень совести уже погас, когда сердца не дышат простотою, когда лего, тогда Господь от нас. Угруз грехов, как свергнуть это время, как жизнь другую, новую начать, чтобы в любви текли потоки и время, и все вершила Божия печать. Когда соринку видим у другого, не видя у себя бремна подчас, когда богатство ищем лишь земного, как далеко тогда Господь от нас. Когда оценки наши выше божьих из-за другого умолкает глаз, когда в нужде слепая осторожность, как далеко тогда Господь от нас. у груз грехов, как свергнуть это время, как жить другую, новую начать, чтобы в любви текли потоки и время, и все вершила Божия печать. Бог говорит боимся изменить плохое, к земному устремляет похоть глаз, когда не видим вечное благое, как далеко тогда Господь от нас. Угруз грехов, как свергнуть это время, как жизнь другую, новую начать, чтобы в любви текли потоки и время, и все вершила Божия печать. Когда склонишь колени сердца низко, любовь увидишь Божью человек, молитве поколитве Бог так близко, и это обновление навек, когда склонишь колени сердца низко, любовь увидишь Божью человек, молитве поколитве Бог так близко, и это обновление навек, и это обновление навек. любви примене обновление вам . Продолжение следует...